Разговор о том, насколько активно сегодня развивается культурный сектор, какие цели и задачи стоят перед структурой, лидеры профсоюзного актива начали с посещения подшефного учреждения – Дворца культуры профсоюзов. В свое время крупнейший творческий центр Московского района сегодня с удовольствием посещают люди разного возраста, из разных уголков города. Художественно-изобразительное, вокальное, хореографическое, цирковое – и это только часть направлений, которые получили благодаря талантливым педагогам во Дворце культуры профсоюзов новое звучание. Возрастная категория тех людей, которые занимаются у нас, идет, скажем так, ну не говорю, что ноль плюс, но от трех лет до бесконечности, как говоря, потому что, скажем так, тот же народный хор ветеранов, там есть люди, занимающиеся старше 70 лет. Спектр услуг, которые оказывает Дворец в части непосредственно, допустим, культурного просвещения и так далее, у нас в текущем году увеличилось количество платных услуг, я имею в виду и кружковая деятельность, и предоставление концертной, зрелищная деятельность и так далее, вот, больше, чем два раза. Вот уже два года в учреждении работает филиал заслуженного любительского коллектива ансамбля танца «Ровесник». 110 ребят за это время успели стать частью большой танцевальной семьи. Посещая тренировки и репетиции, мальчики и девочки учатся быть прилежными и трудолюбивыми. Это они продемонстрировали во время показательной репетиции, после чего исполнили свои лучшие номера, с которыми уже в ближайшее время отправятся в гастрольный тур. Развитие творчества и искусства, направления которой в последние несколько лет, в том числе и на Брещене, стали одними из приоритетных. Однако есть и те, над которыми еще предстоит поработать. Эта мысль неоднократно звучала на совместном заседании Координационного совета Федерации профсоюзов Беларуси по культуре и Совета директоров профсоюзных и ведомственных учреждений культуры республики. Мы специально и намерно взяли за этот сегмент. И сегодняшнее наше совместное заседание этому и посвящено. Как его усилить, подведем немножко итоги, что мы сделали за последних два года, что нам надо сделать до конца этого года и что нам надо сделать в 2018 году. Вы знаете, что Федерация профсоюзов Беларуси внесла предложение, чтобы следующий 2018 год был объявлен годом человека труда. А как я уже сказал, не хлебом мединым, жив человек труда. Надо ему представлять какие-то мероприятия. Но мероприятия интересные, мероприятия, которые будут интересовать не только, скажем, взрослого члена профсоюзов, но и его детей. Чтобы не только он сам ходил на эти мероприятия, но и проводил детишек. Вопрос главный нашей сегодняшней повестки дня – это взаимодействие. Чтобы мы как можно больше своих мероприятий проводили в наших дворцах, чтобы как можно больше мы популяризировали нашу профсоюзную культуру. Потому что профсоюзная культура – это та культура, которая хранит генетическую память нашего народа. Это народная культура. Это люди, которые идут, становятся за станки до 17 часов, а после 17 часов идут творческие коллективы. И это та культура, которая очень хорошо воспринимается людьми. Потому что на сцене точно такие же. Если, например, когда мы видим звезду, нам кажется, что это недосягаемая какая-то величина, то вот это на заводе устраивается праздник. И на заводе на сцену выходят точно такие же люди, которые окружают их повседневно. И они видят, какие они талантливые. И Федерация профсоюзов Беларуси весь свой спектр культурных мероприятий в первую очередь направляет на это. Итогом совместного заседания стала программа, которая, во-первых, позволит выйти межведомственному взаимодействию на новый уровень, а во-вторых, расширит возможности развития культурного направления в профсоюзном движении страны.